Продолжение истории про джоовский микроскоп, но это не тот, который в гараже, сами видите, он немножко по-другому выглядит колонна, а 90-го года выпуска, рабочий, уже такой микропроцессорный. Значит, что в прошлый раз, вот я спрашивал совета, да, типа, что нужно сделать, чтобы качество изображения улучшить. Здесь было такое дело, что, как минимум, одна вещь, которую я выяснил, это то, чтобы катод, да, был, вот здесь есть регулировочные такие вот штучки, и катод был неправильно выставлен, да, я все еще пока что точно не знаю, как его выставить правильно, да, я попробовал там покрутить, вот откликнулся Лукас из Польши, привет ему огромный, вот, и спасибо большое заранее, вот, он обещал присылать документацию на этот микроскоп, потому что самой фирменной документации у меня еще нет, да, я без понятия ни как схемы здесь, какие внутри, ни какая с ним процедура работы. Поэтому я только исключительно, исходя из прошлого опыта, вот, зная, что там уже по тому микроскопу наработал, попробовал как-то все отъюстировать, пока не очень, то есть совсем не очень, но, тем не менее, там какие-то, какие-то результаты есть, я вот сейчас тут немножко покажу в конце видео, как я там все это кручу, пробую, да, уже гораздо, гораздо лучше, я сократил тоже рабочий отрезок, но все равно еще, конечно, здесь так много, мне кажется, здесь вот что-то из вот этого вот пропускает, да, то есть там немножко еще натекает туда, здесь нет нормального вакууметра, может быть, подключу потом, ну, и какие-то еще могут быть по мелочи, и, естественно, надо будет потом апертуру почистить. Ну, я сразу не лезу разбирать эту колонну, потому что у меня нет документации, это самая сложная часть, поэтому я пока что хочу там поднастроить как-нибудь, чтобы это все вот попробовать, чтобы так работало. Вот, а так вообще, в принципе, микроскоп очень интересный, да, он, несмотря на то, что он сделан одновременно с Теслой, да, то есть это тот же самый 90-й год, но у него и есть цифровая система захвата на компьютер, да, ну, кое-как, но еще работает, да, ну, и тут в остальном тоже не надо каждый раз выставлять все линзы вручную, есть типа того автофокус, да, и он запоминает все положения конденсорных линз для всех увеличений, то есть, ну, как-то так все это улучшено. По мелочи тут еще есть что исправить, вот кнопочки залипают там, накал катода, может быть, не совсем четко, сейчас чуть-чуть все куда-то вообще ушло, вот, но тем не менее, вот, поэтому еще по этому интересному прибору тоже будут держать вас в курсе, как что происходит там, ну, интересно все-таки уже, наконец-таки, после того, как я уже год-три занимаюсь тем прибором, да, который самостоятельно полностью сооружаю, кроме колонны, вот, ну, интересно, конечно, уже получить рабочий прибор, да, который можно и осциллограмму померить, как скан-генератор работает, ну, вообще много всего интересного, вот, даже свой датчик можно проверить, который мы делаем во вторичных электронах, поставить сюда и попробовать, как работает. Такие дела, вот, поэтому сейчас, кому интересно, посмотрите, что там, в какой вот текущей стадии, я сейчас буду показывать, как, что и, как что здесь происходит. Ну, вот, смотрите, сейчас, наверное, это лучшее, что мне удалось додиться. Вот, вот, во вторичных электронах, да, вот так вот выглядит эта лезвие. В принципе, я думаю, что это уже неплохо, да, но есть куда стремиться, потому что вот это что такое, здесь почему так, здесь почему так, почему все это изображение смещено, влево вообще непонятно. Но все равно прогресс уже, как мне кажется, значительный, по сравнению с тем, что был. Это телевизионный режим сканирования, в принципе, урон. Если такой медленный, то будет, как бы, еще лучше. Ну, вот, пока так, дальше буду, наверное, уже, дальше смотреть электронику, и, может быть, колонну чистить, ну, не знаю, посмотрю, как что. Вот, тоже, опять-таки, послушаю ваши советы. Спасибо. 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 Спасибо.